так друзья еще один фильм 24 марта вот он будет посвящен знаете чему я сейчас буду уничтожать вот это все чудеса они уникальны они удивительны никому не нужны кое-что обойдет в архив кое-что я решил спасти знаете каким путем с помощью фильма читать разучились надежде что те наши дети которые сейчас заканчивают школу поступают в вузы будут читать бесполезно они читать не умеют и не хотят последние годы будучи прикованы шутками к именно к телефону смартфонам они хотя бы слушали слушали всякую херню но жизнь заставит их получать дипломы так а для этого им придется хотя бы слушать то что для них создаем мы вот данном случае железа Валерика Ацетинович вот один из примеров и так все это я буду уничтожать потому что все переполнено все мои диски переполнены вот я взял начинаю уничтожать начал делать так вот раз фотографии мне прислали ну тут дураку понятно дерево обречено на смерть что я сделал правильно я его поместил например вот сюда это будет мой вебинар видите вот эта фотография уже на вебинаре которая состоится через два дня на третий то есть понедельник вот один пример кстати надо посмотреть идет запись а запись идет смотрим дальше мы были вот тут потом значит ты есть то что ты ешь но этому вот что-то случилось и мой диалог с Ельичишниковой был записан вот у нее свое видение у нее своя система вот и у меня тоже свое видение своей системы но мы это уже проходили давайте посмотрим дальше а дальше была фотография вот алексей к алексея и алексеев еще один садовод который уже должен читать сейчас эээ лекции не студентом нет как можно смирить со студентом как может простой садовый любитель а смирить и считать эксо студентом невозможно а вот преподаватель имбой мог бы и польза была бы средняя полосе россии в каждом саду должны быть шелковицы а вы знаете что такое шелковицы вот, крылатая фраза с капканом шелковица, ягода, долгожители выходили долгожить много у вас шелковица если иногда, как говорят в нашем регионе нет ни одного дерева плодоносящего абрикоса я уж не говорю про персики, да что там говорит про шелковицу ну вот Алексей Иванович создает шелковицу но пока я коротко это его начало укоренение шелковица, его и это называет зимняя прививка сделана была когда фотография второго нет, февраль 16 февраля вот идем дальше что мы видим, это все будет стерто, поэтому чтобы не было стерто, пусть хотя бы будет видеть фильм Железовная Концентинович это архивная фото с компьютера так написано кто я эту фотографию делал, когда но ну и эта фотография тоже будет стерта у меня их тысячи надо прорежать о внимание, сейчас я возьму остановлю она взяла и сама включила вот ради этой фотографии ради этого ролика вот этот фильм будет посвящен и так кого мы имеем мы имеем внимание не здесь а вот здесь сутка в неделю раньше это Мезинова Олега Олегович шофер-дальнобойщик вот у него прекрасные результаты вот это вот это вот он получил черенки под названием крупнотодное железо вот он получил крупнотодное железо еще один вариант академика невиданный, неслыханный невозможный вот мы уже привыкли да, Олег вот наука к этому никогда не привыкнет почему что должен сказать ученый глядя на этот снимок он должен сказать два варианта первое Железов и Мезинов Олег, это луны Чисто луны Нет и может быть И второе просто Вот это состояние науки на сегодняшний день Ну это я взял Из предыдущего вебинара фотографии Возвращаемся Загрузкам Вот это и загрузки Которые мы должны Чистить, чистить, чистить Огромный материал Ну, прослушаем Такие дела Здравствуйте, приехал домой Тут Минусинский Песик созревает Такие вот урожаи в этом году Погода неважная Вот здесь Хасанский созревает Размер примерно вот такой Насыпется потиху Брянская область Рядом институт Который через сто лет Этого не будет Солнца нету Поэтому окрас Такой вот На дереве желтее Но только-только Начинает загревать Погода подвела Для образца Бачку сигарет Приложу Вот сюда, допустим Вот такие персики Хасанский Одининусинский Ну, делать очень много Поэтому Размер соответствующий Такой Так Гражданин Мезинов Я вас благодарю Рядом с вами Брянский институт Который занимается тем Что производит саженцы Саженцы изначально Инвалиды Пусть они скажут Что это не так Пусть покажут их Если их заденет Но их это не заденет Потому что Они живут Параллельной реальности А вы знаете Что такое Параллельной линии Нет? Это у Лобачевского Они перешекаются А Нормальной геометрии Они никогда не перешекаются И мы с наукой Не перешекаемся Там этого нет Но там этого и быть не может Почему Нижевские рядные ветки Лишние Их надо уничтожить Вот Они сейчас Последние годы Изгалялись Над черешнями Вырастали черешни Это отдельный будет разговор Уже был Про Брянский институт Лепина Вроде бы занимаются Травой Куда нам столько этих Я понять не могу Как будто От этого можно что-то Еще получить Дополнительно Запомните Все что есть в природе Дополнительно Получить невозможно Один Есть два Выглядя на вот эти фотографии Я Говорю две Причины Этому Первая Не мое Это Ребята Фильм важнейший Вот Основополагающие В нем сейчас будут Постулаты Вот Первое Никаких Селекций Никакими Химическими способами Радиационными Радиационными способами Значит Сенцевая Гибридизация Это когда Вскрещивание Идет Искусственно И так далее И так далее Невозможно Увеличить Урожайность Урожайность Если брать за все годы Не за один год Какой-то конкретный Это Есть обман Когда один год Дает Много А потом Два года Ничего Повторяю Один год Дает много А потом Два года Ничего Вот За все годы Невозможно Увеличить Урожайность дерево. Невозможно. Это постулат. Это что касается селекции. Это Исаева и Ирина. Это супер судовод. Это единственный ученый, который я оставлю выше себя. И второе. Это уже железо. Никакими извращениями. Никакими специальными обрезками. Чтобы ускорить плодоношение. Никакими подкормками. Поливами. Перекапыванием почвы. Дальше посадка в самых лучших местах. Изменением формы кроны. Изменением подчеркиваю. Чтобы туда побольше солнца. Невозможно. Опять же увеличить плодоношение дерева за все годы. Даже суммарно. Даже на один миллиграмм. Нет. Миллиграмм даже один не получится. За все годы. Вот это вы должны друзья знать. И постепенно когда это перейдет в науку. Вот. И наука тогда с оглядкой на железо. На Латинкова. На моих друзей. На царствию небеса. Латинкову и Бондару. Наука возьмет все лучшее от нас. И двинется вперед семейными сагами. Потому что еще раз говорю. Невозможно. Селекции невозможно. И извращение. Все что вы придумали друзья. Это не наука. Это извращение науки. Это уничтожение не просто деревьев. Это уничтожение их морозостойкости. Их иммунитетов. Все это уничтожение. 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 Вот. И на этом к сожалению снова на современном садоводстве. Искусственные корни. Лискалеченные корни. Это невероятно все что происходит. У меня после 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 садов власть и вебинар победил. И мы будем опять воевать 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 но я воюю как этот сам как Дон Кихот я воюю с ветрями мельницами. Они себя крутятся и меня не замечают в лучшем случае это самое все поехали и так мы заканчиваем вот эту часть вот она вот это вот видите вот здесь мы остановились а впереди фирмы и фотографии которые мне прислали и не все из которых успел я прокомментировать вот впереди большая большая работа это несколько фильмов друзья и вы еще узнаете что такое знаете что узнаете что такое чуть не сказал загробный мир вы узнаете что такое эфир вы узнаете что такое биополя вы узнаете что такое невидимая нам составляющая каждого живого существа. Поняли? Вам это не интересно? А интересно тогда продолжим. Все, друзья, пусть это будет небольшой короткий фильм, но это прежде, чем я расстанусь. Вот с этим вот. Прежде, чем я расстанусь. Вот с этим коротким фильмом из Брянска. До свидания. Продолжение следует...